МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качели под прицелом выхлопных труб с автостоянки. Площадка, конечно, очень устарела. Сами можете обратить внимание, насколько здесь старые конструкции. Качель, допустим, очень старый. На них невозможно вообще качаться. И страшно, конечно, отпускать ребенка туда. Сейчас я видела на некоторых обустроенных площадках в городе присутствуют какие-то тренажеры, турники те же самые, даже какие-то там педали крутить что-то можно. Но это было бы тоже очень хорошо, потому что не только дети хотят играть здесь на площадке, но и более подрастающие поколения, они сейчас больше спортом занимаются, и поэтому было бы тоже очень кстати. По мнению активистов Общероссийского народного фронта, именно на таких площадках есть к чему приложить руку. И это не единственный пример как для Самары, так и для других крупных городов России. Сегодня производится много современного игрового и спортивного оборудования на любой вкус и возраст. И возможности для того, чтобы привести детские площадки в порядок, есть. Самое важное, это, конечно, необходимо провести демонтаж бетонных блоков, которые раньше служили основаниями для лавочек. Очень важно убрать плиты, которые даже заходят своими гранями на тротуары, потому что когда ребенок будет, не дай бог, бежать по данному тротуару, он может просто споткнуться и упасть. Здесь необходимо восстановить некоторые конструкции. Например, у песочницы не хватает одной из деревянных полосок. Данная полоска была оторвана, соответственно, торчат гвозди, и любой ребенок может поранить руку. А сейчас получается, что детский игровой комплекс во дворе вроде бы есть, но вот родители предпочитают водить своего ребенка в другие дворы, там, где созданы условия для того, чтобы занять его с пользой для души и тела, причем не опасаясь, что каждый такой выход во двор может закончиться травмой. Пока же эта детская площадка больше подходит для другой возрастной категории, которые не смущают ни открытые люки, ни канализации, которые проходят под территорией. Эта площадка, к сожалению, так как здесь уже нет ничего такого более интересного для детей, и, как видите, небезопасна, она вообще не востребована. Хотя вот была бы востребована, так как здесь много домов и детей очень много. Нам приходится ходить через кварталы, чтобы там есть более обустроенные площадки. Все детские площадки в городе должны быть благоустроены. Такова идеология проекта, который стартует в этом году. Начинается мониторинг состояния всех дворовых территорий, в результате которого должны быть получены объективные данные по каждому из подобных объектов Самары. Наша основная цель – это систематизировать информацию о имеющихся дворовых площадках, детских, спортивных, о их состоянии. И площадки, которые могут принести вред и здоровью детей, должны быть внесены в определенный реестр для того, чтобы определить сроки и источники финансирования, по которым они будут отремонтированы либо демонтированы. Самое основное опасение вызывают детские площадки, которые расположены на инженерных сетях, на инженерных коммуникациях. Примеров того, каким должен быть детский спортивный игровой комплекс в Самаре, немало. В этом дворе только новое оборудование. Совсем недавно двор привели в порядок, установили конструкции, которые отвечают современным стандартам безопасности. Плюс турники, баскетбольные корзины, есть канат и гимнастические кольца, и теннисный стол – понятное дело для детских тренировок. Чтобы все это было, вовремя позаботились местные жители. Вначале мы собрались здесь, написали в промышленную администрацию. У нас там говорят, этого недостаточно, нужно сделать проект. Сделали проект, как смогли. Подписали подписи, там должно быть подписи, по-моему, 51 или 52 процента от жильцов дома. Это все было собрано и отдано на этот конкурс. Ну, мы, наверное, пришли к такому, что здесь должно быть для маленьких деток, горки должны быть, качели должны быть, скамейки должны быть. То же самое должно быть в каждом дворе. Жителям необходимо провести общее собрание, на котором решить, какое оборудование им нужно. Так, чтобы к согласию пришли не менее 51 процента. Собрать подписи, подать заявку. Весь алгоритм указан на сайте городского департамента благоустройства и экологии. Все организационные сложности помогут решить районы администрации. Кроме того, сейчас в каждом городском микрорайоне есть управляющий, к которому можно обратиться за поддержкой. Для того, чтобы данная площадка была благоустроена в рамках приоритетного проекта, жителям необходимо собрать общее собрание собственников и утвердить на нем, какие и конкретно мероприятия по благоустройству они хотели бы увидеть на своей придомовой территории. И в дальнейшем эти документы подать департамент городского хозяйства и экология. Даже в этом дворе, где вроде бы есть все, что нужно для детского отдыха и развития, у жителей созрели новые планы. А потому они собираются подать новую заявку на установку дополнительных тренажеров. А если во дворе вовсе нет детской площадки, то программа дает возможность сформировать такую территорию. Должны быть приведены в порядок абсолютно все детские площадки. И если детскую площадку привести в порядок невозможно, отремонтировать не представляется возможным, либо очень затратно и проще ее демонтировать, на ее месте разместить новые элементы благоустройства и новую детскую площадку, то это необходимо будет сделать. Данный проект является приоритетным проектом для всех регионов Российской Федерации. Он инициирован президентом Российской Федерации Владимир Владимирович Путином. И беспрецедентное количество денежных средств на него выделено было 20 миллиардов рублей. Наша Самарская область получила 927 миллионов и стала одним из участников данного приоритетного проекта. Эти денежные средства, две трети от этих денежных средств, будут потрачены именно на благоустройство придомовых территорий, на организацию новых дворовых площадок. Поэтому денежные средства действительно крупные. Сейчас в городском округе Самара на 2017 год 162 площадки вошли в данный перечень, который будет отработан именно в 2017 году. Но программа не закончится на этом году. Необходимо будет подавать заявки на 2018 год. И если действительно инициатива жителей будет поддержана на общем собрании собственников. Программа рассчитана на 6 лет. Цветочное царство в одном отдельно взятом дворе. Вера Родионова стала выращивать цветы сразу после того, как переехала в новую квартиру. Это было больше 10 лет назад. Тогда во дворе было много садовой мальвы, которая росла сама по себе. Было решено создать настоящий цветник, который удивлял бы цветущим многообразием не только жителей дома, но и прохожих. Это получилось не сразу, но день за днем, год за годом на дворовой клумбе появлялись новые экземпляры. Надо, наверное, как-то немножечко что-то новое внести. Вот и так, одно за другим. Один цветочек, другой цветочек. Одни друзья принесли, посадили, другие принесли, посадили. Потом так, все, пошло-поехало. По словам садовода, цветы стали не просто увлечением. Это ни с чем не сравнимая радость. Сначала высаживать, затем следить, как появляются первые бутоны, затем раскрывается цветок. Искусство, которое оценили не только жители этого дома, но и прохожие. Цветущие растения освежают вид, создают впечатление ухоженности. Обычно уже с середины мая клумба уже расцветает. Но в этом году весна запаздывает, поэтому самый расцвет ожидается в начале июня. В основном многолетники сажаем, потому что с ними проще в уходе. Они не требуют таких трудозатрат. Вот, и очень благодарные цветы. Пионы, ирисы, бадан, гехера, футуи у нас есть. Рябинник просто красиво в городе. Красиво около своего подъезда. Даже люди проходят и говорят, у вас лучший подъезд. Цветочных дел мастерам зеленый свет. И это надолго. В городе реализуется программа «Цветущая Самара». С каждым годом газонов и клумб становится все больше. Задача такова, чтобы каждый участок городской земли был украшен цветами. В том числе и внутри дворовые территории. Каждому, кто готов поддержать почин городской власти, готовы помочь. К примеру, в этом году впервые в администрации Октябрьского района принято решение выдавать материал доморощенным флористам. Администрация района всегда поддерживает активных жителей, выступает за озеленение, облагораживание территорий. Активным жителям в этом году администрация Октябрьского и Дорогевского района планируют раздать около 3000 цветов. Для этого жителям необходимо будет обратиться в администрацию района с просьбой выделить цветочную рассаду. Мы рассматриваем все заявки, мы выйдем на место. Жители должны показать, где они хотят посадить те или иные цветы, которые мы им выделим. Есть во дворах люди, которые очень активно работают с администрацией района. Это старший по дому, старший по кварталу. И этим людям мы уже готовы выделить цветы, для того, чтобы они посадили у себя во дворе их. Чем больше цветов будет высажено в Самаре, тем более статусно будет выглядеть город, в том числе и в глазах гостей. В 2018 году Самара будет принимать игры мирового футбольного первенства. А это прежде всего способ заявить о себе на весь мир. А это значит, что любая инициатива со стороны горожан приветствуется. В этом году администрация Октябрьского района заключила контракт на покупку 17 видов цветов. Это несколько видов бархатцев, несколько видов петуний, агератум, сальвия. Полный перечень цветов, которые возможно предоставить администрации, они находятся в администрации района. Любой житель может позвонить, спросить, какие цветы администрация района может выделить. Всего 17 видов цветов. То есть каждому, кто выращивает цветы в своем дворе, самое время обращаться за поддержкой. Наталья Малерчук не менее часа в день посвящает цветам. Хотя признается, что эта клумба создавалась всем миром. Многие жители помогали рассадой. Кто-то от соседей по даче привозил, кто-то помог с семенами. А сегодня цветоводство обозначено как дело особой важности. Цветы радуют глаз. То есть это как праздник ассоциируется с праздником. Красиво. Люди не так мусорят. Здесь дети у нас гуляют с колясками мамы, останавливаются, смотрят, цветочки нюхают. То есть для души, для радости и для красоты. А задачи на будущее, чтобы весь город стал цветущим. И в каждом дворе были свои мастера-садовники, способные создать красоту, которую, по слову известного классика, спасет мир. Редактор субтитров А.Семкин